Ведь надо, что свекровь не запрет буфет. Дорогие друзья, с макро-каналом. Доброе утро. У нас в гостях сегодня актриса, телеведущая, кулинар, ландшафтный дизайнер Елена Проклова. Друзья, давайте поаплодируем. Доброе утро. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Мы всегда рады вашему приходу, потому что знаем, что это будет что-то новое, необычное. И судя по набору продуктов, которые я здесь вижу, включая то, что я принес, а я, поскольку я, я даже не знаю... Это в твоем саду, Рай? Я даже не знаю, живы ли они, я не знаю, что это. Это зайчику кладется, и очень вкусно. Попробуй. Нет, вы меня разыгрываете. Нет, попробуй, какой вкус сразу идет. А, сюда клади. Прямо засунуть в рот? Прямо не зайчику. Вот так вот. Да, ну, издевайся, что я не буду. Друзья, все, извините, пожалуйста. Елена Проклова, сегодня веселый розыгрыш на первом. Так, скажите мне, хорошо, что вы... Мы все верим. Нет, подождите, ну зачем вы так сделали? Господи, главное, что я еще сам вот понимаю, и это же не у каждого человека в рот-то поместится. У тебя поместится. Ну, у меня... Спасибо, что вы арбузку попросили положить за щеку, потому что растяжение щеки – это редкое заболевание здесь, в мемниках. Ну что же, Лена, что мы будем готовить сегодня? Ванюшка, я предлагаю приготовить быстрый ужин для большой компании. Быстрый ужин для большой компании? Да, ну не только быстрый, а главное, он очень полезный, вкусный и, на мой взгляд, живописный. Большая компания для вас – это сколько? От двух и дальше. Большой ужин для большой компании, и быстрый при этом, да? Ну, достаточно быстрый. Сколько за вашим столом собираются, ну, на ваш стандартный большой ужин? На большой чай к столу, в зависимости от мяса, которое мы будем готовить. Давайте, тогда вы командуете, а я буду вам помогать. Нужна большая доска и большой нож. Большая доска, большой нож. Ну, вот доски у нас вот такого размера. Ну, замечательно, это хорошо. Ножи у нас вот такого размера. Да, Ванечка, знаешь что? Нам нужно как-то отрезать вот эту попу, чтобы оно стояло вот здесь вот ровненько. Вот так вот. Так. Ставим. Нет, вот прямо сюда уже ставим. Ставим. Вань, поскольку нам нужно с тобой будет приготовить сейчас очень вкусный варенец, что я предлагаю? Варенье мы будем готовить? Ну, варенье, соус для мяса. При помощи арбуза? При помощи арбуза, в том числе. Не сочетаются пока у меня в голове эти вещи. А, ну, попробуешь. Тем более, что до сих пор щекающих хранит прикосновение этого. Можно, давайте, что вот это такое? Потому что, ну, я понимаю, как это называется? Это фигня такая волосатая. Она вот так надрезается, я не знаю, как она зовется. Когда меня, папа, когда меня охотит. По-моему, это личие. Вот, ну, конечно. Ну, конечно, это я, я дурак. Вот это уже можно совершенно спокойно сказать. Ну, а я тебе про что? Ваня, у нас ничего не останется. Это арбуз. Ванечка, смотри, помоги мне. Положи сюда чуть-чуть водички, буквально грамм 50. Высыпи сахар и поставь это на огонь, чтобы сахар уже у нас, собственно говоря, плавился. Значит, чуть-чуть водички. Да, чтобы он не пригорел. Да, достаточно. Так. Клади вот тут сахар. Сколько? Весь этот сахар? Ну, нет, не весь, половинку давай. Половинку? Да. Огонь большой, маленький? Большой, пока сахар плавится. Большой огонь. Значит, я так понимаю, мы что-то будем карамели... Карамели... Зарезает гигантским ножом огромный арбуз. Скажите, а у вас... Ну, у вас существуют какие-то разграничения между мужскими занятиями на кухне и женскими? Нет, не существует. Мой мужчина ненавидит кухню, предпочитает ничего не есть, если меня нету, даже если я что-то оставила, и надо просто разогреть. Поэтому кухня в доме, это только мое, да. Ну, или дочки. Простите, Елена, простите, я вот тут насыпаю сахар. Да, насыпайте. Так, раз. Больше, да? Ну, давай три штучки. Два и три. Мы много не будем делать, да? Мы много... Ну, как? Ну, сделаем на одну. Вообще, в принципе... И что делать дальше, Светлана? Пускай оно плавится. Все, просто плавится сахар. Просто плавится. Я как-то его распределяю. Я пока делаю красивую корзиночку, Ваня, чтобы у нас было не только вкусно, но еще. Я понимаю, да. Вот мне кажется, это тот самый случай, когда у вас кулинар сочетается с ландшафтным дизайнером. Вот когда одновременно вы делаете и красиво, и вкусно. Я правильно понимаю, что вы дипломированный ландшафтный дизайнер? Вы... Вы не просто так это... Было хобби, а потом вы как-то... Нет, это мое второе образование. Второе образование? Вот скажите мне, по вашему мнению, профессионала, назовите самые красивые продукты. Топ-3 самых красивых продуктов. А вот они, по-моему, все здесь и находятся. Аргуз. Аргуз для меня безумно красивый продукт. Я сейчас возьму ложечку. Так. И вынимаем просто... А просто вынимаем большими кусками, чтобы... Но мы это не выбрасываем на русскую еду. Нет, что-то. Мы это обратно потом сложим. Ага. Ванечка, я знаешь почему? Вернее, даже я неправильно делаю. Сейчас нам, чтобы поставить варенье, сначала нужно сделать вот что. Так. Нам нужно немного арбузных корок. Знаешь, чем они более полезны, чем арбуз? Чем более арбузные корки полезны, чем арбуз? Да. Не знаешь? Ну, не знаешь. Тебе рано еще. Но вообще почки надо беречь с молодым. Подождите, почки... Ну, я знаю, что арбуз очень полезен для почек. Да. Но самое полезное, вот это вот бледно-зеленое чеснок. То есть самое наименее вкусное. Ну, это вопрос. Если ее правильно приготовить, она безумно вкусная. А что из нее, простите, можно приготовить? А вот сейчас я тебе говорю. Вот вообще арбуз, это тот продукт, который надо есть от начала и до конца. Ваня, вообще вот для почек, печени, красоты, самое полезное в арбузе, это вот это. Не, вот так вы говорили самое белое. Нет, нет, вот слушай, это для почек. А для всего остального, вот вообще для всего, вот это самое полезное. Оно сушится. И что? И заваривается как чай. И представляешь, зимой у тебя пахнет арбузом. И красивые почки. Красивые почки, да. Нет, Ваня, действительно, это очень вкусно, во-первых, получается, особенно если с медом это. А, вот оно что, с медом. А там как витамин... Все есть. Все есть. Все есть абсолютно все, но самое главное, там и кремний, и... Кремний. Да, очень полезный. Я-то просто пью кремний так. Ну, ты его грызешь, да, и бонишь. Так, так, значит, я... Арбузные корки и брусника. Что-то как-то сахар не очень стал, да. Не очень у тебя как-то, да. Как-то он не очень, может, тебе мало воды налил? Да он должен расплавиться в конечном итоге. Ну, сейчас он будет плавиться. А почему он должен, да. Будет плавиться. Да. Поэтому мы, конечно, сейчас с тобой не будем это сушить и заваривать. Но вообще надо знать, что это полезно. Ну, вообще надо знать, да, что вот это вот ни в коем случае не надо выбрасывать, если не лень привести это в порядок. Значит, я, дорогие телезрители, я напоминаю, что мы готовим. Мы готовим... Это будет такой варенье, сладкий соус для мяса, да? Сладко-острый соус для мяса. Сладко-острым. С чесноком, конечно, надо. Брусника. Это брусника или кремний? Брусника и арбузные корочки. Брусника, арбузные корочки, причем... Сахар. Сахар. Арбузные корочки без зеленых или с зелеными прямо? Нет, вот мы вот это срезаем, а кладем только вот эту вот... То есть только для почек, друзья. Да. Вот это очень хорошо. Все, это у нас уже готовится. Все, вот, по-моему, началось то, что стало произойти с сахаром. И надо теперь на маленький огонечек поставить. Маленький стоит уже, вот посмотрите, там у тебя крохот. Нет, не крохот, не вот крохот. Вот, все. И пускай оно стоит. Так, Варя, а давай ты будешь... Я с удовольствием. Я пока буду делать то, что у нас будет в... Значит, я вынимаю полностью, да, то есть делаю... Полностью, полностью, может быть, мы во что-то это будем плачивать. Я вот тоже думаю, может быть, мы возьмем какую-нибудь... Дай большую, вот смотри, там у тятницы есть, давай в нее сложим. Да, у тятницы как-то, может быть, вот в эту беленькую, вот в эту? Куда-нибудь, во что-то большое. Давайте вот это, мы же не будем ничего запекать в этом, или будем? Нет, нет, мы ничего запекать не будем. Вот сюда. Значит, друзья, мы с Еленой Прохловой готовим... Это, я так понимаю, одновременно и будет соус, а основа будет приготовлена для нечто десертного, да? Да, ну, да. А мясо нам, мясо у нас готовится долго или не будет? А ты мясо с фруктами вообще любишь есть? Это зависит от того, сколько я выпил. Ну, вот сколько нужно выпить, чтобы мясо с фруктами тебе было вкусно? Дело в том, что... Ну, не знаю, но я вообще с фруктами... Вот я вспоминаю, какое я мясо с фруктами? Хорошее красное вино сухое. Хорошее красное вино я очень люблю. Ну, и сладкое тогда хорошо туда? Сладкое... К красному вину чуть-чуть. К красному вину сладкое? С фруктой, да. Ну, может быть, да. Но я вообще не очень люблю сладкие вина. Нет, вино не сладкое, вино сухое. А к... К вину что-то сладкое? Да. Ну, может быть, да. Я так... Ну, сейчас попробуешь, мне кажется, тебе понравилось. Да я убежден, что мне понравится. Кстати, там у меня много сока. Сок как-то... Мы будем какой-то... Сок можно просто пить. Сок, вы смотрите, арбуз еще можно пить. А его можно, да, заморозить. А можно в нем купать детей? Нет, а можно на зиму для лица заморозить кубики. Арбузного сока? Да. И тоже помогает? Да. Да. Лен, ну, скажите, а жить вот интересно, когда у тебя печень, почки, лицо... Все здорово. Все видишь, ты хорошо себя чувствуешь. Зима. В чем смысл? В чем смысл? А ты в борьбе думаешь только? Я думаю, что смысл всегда в борьбе. Встал, левая почка отключилась. Раз, хотел посмотреть рецепт, а у тебя глаз не видит. Пально видишь, ничего. И в этот момент... Сразу жить интересно. И в этот момент жить интересно. Но тут приходят друзья и начинают лечить твою печень. Не-не-не-не. Так, я... Вынимай все, что можешь. Я понимаю. Я просто сейчас уже... У меня уже сейчас не жидкое пошло. Ну, вылей жидкое туда. Выливаю жидкое туда, для того, чтобы мы это... Друзья, я... Это мы вазу делаем. Короче. Заморозим это. Да. Или выпьем, или заморозим. Сделаем кубики. Кубики ляльда потрясающие получают. Запомните кубики. И, простите, а что с этим кубиком? Протираешь лицо. А, вы. Я думал, кубики заливаешь джином. Тоже можешь. А почему нет? Кстати. А почему нет? Все, что замораживается, можно заморозить. Знаменитая фраза Артура Челенгарева. Которая, как нельзя, кстати, подходит, друзья, к нашему... Что у нас здесь, международная? Вот так вот. Ой, у нас здесь хорошо. Хорошо, да? Чтобы это было вкусно, мы прямо сейчас кладем туда кусок корицы. Чтобы он все-таки чувствовался. Прямо вот так вот? Да, да, да. Не очень большой. Назовем это прям кусочек такой, да? Не... Ну так, мы его потом вынем, да. Просто, чтобы пахло. Палочку такую. Да, да, да. Так, друзья, что у нас происходит здесь? У нас активнейший процесс по наполнению корзинки. Потому что кусочки арбуза порезаны Еленой Прокловой. Кусочки папайи. Это папайя? Папайя. Арбуз мы вычистили изнутри, корзинка. Сейчас еще сок собирается, будем сливать. Это наполнение для арбуза. Да. Брусника с сахаром, с кусочками арбузных корок, с корицей уже томится. Корица. Елена Проклова продолжает делать то, что она, что делает дома, после чего все завидуют ее семье и тем ста людям, той золотой сотни, которая иногда приходит к Елене на ужин. Я на секунду объявлю у нас рекламу на Первом канале, после которой мы вернемся. Вы знаете, что «шпроты» в переводе с эстонского означает «всю ночь готовился к экзаменам». Виктор Николаевич, там ведущий новостей пьяный пришел. Так, запереть его в гримёрке, в эфир не выпускать. Из кинофильма «Ключ без права передачи». Дорогие друзья, «Смак» на Первом канале. У нас в гостях сегодня Елена Проклова, которая, между прочим, играла роль в этом кинофильме. Ну что же, какую вы сделали красоту. Вот просто, я не знаю, хочется пустить дикий виноград вот по этой ручке. Сейчас мы пустим, вот он. Пустим? Слушайте, я пошутил, а вы? А я уже готова. Мне напоминает то, что вы делаете, знаете, все вот эти продукты, это все какие-то картины голландских мастеров, знаете, фламандских. Да, конечно, еще была коричневая ваза. Это вообще была коричневая ваза. И вот все такое… В серебре ваза. В серебре. И все это лежит, виноград свисает. Так, нарезаем арбуз. Нарезаем. Слушайте, но я, простите, я хотел бы все-таки уточнить. 100 человек. Да. А как их накормить? Я знаю, как вы их кормите. Хотите, скажу? Ой, вы звоните в какой-нибудь ресторан, они вам присылают официантов, накрывают, все. Все, хватит, хватит. Нет? Нет, ни в коем случае, я ненавижу ресторан. Ну, хорошо, но вы можете мне объяснить, вот как на 100 человек, где такие котлы? А вот у меня есть котел, знаешь, какой? Где такие котел? За времен войны немецкий медный котел. Он 40-литровый. Там варили очевидание себе какую-то там кашку. А как он попал в вашу семью? А его из Германии привез мой дедушка. Трофейный? Ну, какой-то такой, да, полутрофейный. Посмотрите, как здорово. Значит, получается, что дедушка предопределил все-таки, потому что... Вот, а потом мы будем на вертиле делать, допустим, какую-нибудь тушку оленя, которую муж привез на вертиле. Давайте так, у вас же муж охотник. Да. Вы идете прямо, муж идет в дикие прямо леса? Да. В чаще пуще? И в пуще, и в гуще. И в пуще, и в гуще. И Олешечку, говорится. И Олешечку на мясо. Олешечку на мясо. Знаменитая фраза Александра Цикала. После программы «Большая разница». Олешечку на мясо, а Нонна пускай еще снимется. Так, я так понимаю, что блюдо у нас в завершении. А где у нас вот эти шишки, шишки, шишки? Только не ешь уже. Уже не буду я. Хотя, друзья, это, как это называется? Личи, да? Личи. Личи, друзья, напоминаю, что личи – замечательная вещь не только для еды, но и для детских веселых поделок игры. Играешь в маленького Льва Толстого, который встречается с Сергеем Минаевым. Казалось бы, такая встреча не могла состояться. Никогда. Потому что Лев Толстой все-таки литератор, Сергей Минаев – музыкант, хотя жили они в одно время. А можешь играть просто в волосатые глаза. Так, друзья. Ну что же, красиво. Дай герберы еще. Что дать герберы? А цветочки, цветочки, да. Знаете, я не могу, это у Михаила Валерьоновича Кутузова стоят. Мы ему каждые выходные приводим. Кутузов, простите. Герберы, он же завещал. Коли будет, программа про жральню. Завещаю вам ставить герберы подли меня. Велите Андрюшке, чтобы много песен писал. Вот так вот скажу. Ну, давайте на герберы. Ох, тут как все вкусно. И что? Я похож на человека, который пришел. Как говорится, так. Ах, вот оно вы что. Ну, Лена. Ну что, ты против? Ну, куда это? Ну, я-то я могу себе представить, как вы оленя выносите жареного. Ой, это его никто не выносит. У которого на лапе компас. Его никто не выносит, Валя. Он же большой. От него, пока он жарится, отрезают маленькие. А, вы на большом вертеле, да? Да, 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 да. То есть все готово? Ну, это да. Давай мы это, вот то, что готово, уже поставим вот сюда. Ах, я бы вот это все-таки здесь оставил, оставил, Леночка. А вот это бы сюда поставил. Друзья, поаплодируйте, пожалуйста. Я не понимаю, как такое может произойти. Елена Проклова только что без посторонней помощи, потому что я только мешал ей своими разговорами, достала палочку корицы. Вань, давай в блендере это все перемелим? Давайте. У нас есть одновременно и соковыжималка, и блендер. Нет, это нужно именно в блендере. Именно в блендере. Тогда я, с вашего позволения, сейчас сделаю одну вещь. Я бы хотел это, давайте, давайте. И, конечно, это нужно, и, конечно, это нужно очень аккуратно переложить в блендер. Я напоминаю, что, давайте, я скажу, вы мне поправите. Значит, здесь брусника, арбузные, полукорки. Полукорки, ну, потому что это и не корки, и не мякоть. Это то, что посередине. Да. Корица и приличное количество сахара. Приличное, да. Но я бы хотел по поводу охоты и вообще того, что вы едите. Мы теперь охотимся в Африке. Простите? В Африке. Поэтому последняя наша охота – это бегемот, это крокодил. И все это в немецком котле варится? И все это, да, оно пробуется очень. Простите, вы бегемота ели? Бегемота нет, а крокодила, да. Вы ели крокодила? Бегемот мне внешне не понравился. Значит, крокодил вас устраивает, да, по внешним качествам? Да. И по вкусовым тоже. И что же… Слушайте, я просто, я нахожу, я пребываю в нюкном ступоре. Ванечка, я пока ставлю вот эту сковородочку в гриль, чтобы мы уже могли… Это для мяса. Нет, пока не ставлю. Ты знаешь, сначала я его нарежу, мясо. Я, вот смотрите, я закрываю плотно. Да. И… Давай в блендер. Начинаем. Насколько… Прямо очень-очень хорошо, да, инвекционно? Да, да, очень хорошо. И, Ваня, я не знаю, как это сделать. Я сейчас все вам помогу. Вы хотите просто достать перец горошками? Я хочу положить туда несколько гвоздичек. И прям перчик? Душистый перчик. Телефон перчик? Куда, куда это мы… Вот туда, прям туда, перемели. Да ладно. Да, а что такое? Вот так. Ой. А там же, кстати, сахар. Сейчас начнем все это остывать и будет густеть, да? Должно. Так. Да оно не очень должно быть густое, это все-таки… Чеснок же мы туда еще добавляем? Нет. Не туда? Нет. Мы чеснок сделаем, но мы его красиво так на тарелке пить. Я понял. Что еще туда? А туда все. Ну да, сахар, соль же туда не… А острый же туда? Вот перец нам нужен. Перец. Вы знаете что? Поскольку вы… То есть правильно я понимаю, что вы не едите мясо из магазина? Не ем. А на… Ну то есть… Во-первых, мне жалко этих коровок, свинок, которых растили, а потом чесали за ушком, а потом их… Это самое… Как-то вот… То есть крокодила гену вам не жалко, который дарит детям радость? Нет, это был не ген, это был страшный крокодил, который успел съесть двух рыбаков местных, поэтому его было совершенно не жалко. Двух рыбаков съел? Да. Вы понимаете, что если крокодил съел двух рыбаков, а потом вы съели крокодила, то это значит… Нет, 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 это было не сразу, это было не постик. Не связано, нет? Ну правда, там страшно совершенно, что творят эти крокодилищи… Дело в том, что у нас присутствуют здесь ведущие издания, и не исключено, что завтра газета напишет, что Елена пробовала ест рыбаков. Нет, нет, нет. Челес крокодила. Давай мы это выливаем в большую емкость, чтобы оно остыло. Выливаем в большую емкость? Можно в такую? Да в любую. Можно в прозрачную, будет симпатичнее. Давайте прозрачную сделаем, чтобы было всем видно, как это остывает. Значит, друзья, соус готов. Ой, какая! Вот, то есть получается, что если вы не едите мясо коров, мясо овец, мясо кроликов, что же вы едите за мясо? Олени, лоси, медики. Ну подождите, ну ваш муж что, круглосуточно занимается охотой? Круглогодично. Круглогодично? Да. Ну то есть он все время, то есть у вас все время дома дичь? Да. А скажите, давайте так, Лен, какую самую крокодила вы ели? А на что похоже по вкусу крокодила? На курицу. А, ну это банально. Ну, я думал, на личик, вот если бы вы сказали. На неочищенный личик. Нет, у него светлое мясо, очень нежное такое, очень вкусное. А, простите, а вот вы крокодила, когда готовили, вы его перед этим освежевали? Это делали специально обученные люди. Зачем же я буду освежевать? Мне хватило того, что я пять часов ползла по пластунски. Вы охотились сами? Я снимала, как охотится муж, лежала три часа не шелохнувшись, чтобы крокодил одно из самых осторожных животных. К нему подкрасться практически невозможно. Вы не понимаете, Лен, вы не понимаете, что вы были наживкой, на вас ловили? Ну, я не прохожу. Крокодил, как в фильме «Роман с камнем» увидит красивую блондинку с фотоаппаратом и думает, ах! И раз крокодилчик выскочил, а тут ему ваш муж на дубиной по башке и все, и на шашлычки. Нет, дубиной никак нельзя. Крокодил, потому что за три секунды, если ты в ста метрах даже находишься в лесу, он тебя слышит, видит, и его сразу нет. Лен, я отвлекаюсь, потому что то, что это интересно, это не сказать ничего. Это гиперинтересно, то, что вы рассказываете. Друзья, я напоминаю, мы сделали вот такой соус. Пахнет невероятно, попробуйте. Лен, я вас оставляю, значит, друзья, что мы взяли, говядину просто, да? Да, это вырезка говядины. А вот почему бы, Лена, пришли к нам в гости и не принесли нам маленький кусочек крокодила? Потому что я делаю то, что каждый может сделать, а кусочек крокодила не каждый может сделать. Да, ну, да. Ну, что бы я была. Ну, да, ну, жаль, ну, жаль. Друзья, мы будем надеяться, что все-таки еще какое-нибудь более экзотичное животное выжат сок лимона, видимо, для маринада. Для того, чтобы сразу окунуть в вырезку и бросить ее на гости. Это мы сейчас делаем только, когда я вернусь. Прошу вас, не уходите никуда, друзья. И вы тоже, пожалуйста, не отключайтесь. У нас короткая, веселая рекламная пауза. Мы вернемся, и вы узнаете, что шиповник, в переводе с белорусского, означает, этот напутник подарил мне Билли Айдол. Главное, ребята, сердцем не стареть. Тещиной свинины съесть хотя бы треть. Дорогие друзья, смотрите на канале. У нас в гостях Елена Проклова. И мы вместе с Еленой уже готовы к тому, чтобы мясо, которое порезано Еленой, превратилось в жареное мясо с этим соусом и еще какими-то тайными. Это вырезка. Вырезка, простите. Это вырезка. Ее не надо не отбивать, ничего. Она может быть чуть жестковата будет, но она будет вот правильная. Это настоящая вырезка. Настоящая, да. Значит, может быть, я пока чесноком займусь. Нет, Ваня, смотри, у нас пока раскаляется вот эта сковорода. Да. Нет, чеснок можно порезать, да, меленько порезать, потому что мы его потом обжарим. Ну, Вань, смотри, что мы. Начинаем с больших кусков. Что мы делаем? Мы их макаем в лимонный сок. Для чего? Чтобы закрылись поры. Ну, как бы вот так считается, что они, сворачивается белок в лимоне, да? Дальше мы делаем, смазываем его маслицем с одной стороны, с другой. С другой. И шваркаем на раскаленную сковороду. Я думаю, что, уже думаете, раскаленную? Я думаю, что нет еще. Я думаю, что еще, знаю эту сковороду. Нет? Нет, я думаю, что давайте мы еще, ну, просто мы же ничего же не произойдем. Мы ничего, да. Мы можем подготовить его вот таким вот образом. Да, я готовлю. А я пока быстренько, быстренько, как чесночок, кругляшочками? Нет, чтобы его пожарить, можно было хрустеть. Давай мелкими кубичками. Мелкими кубичками. Просто, чтобы это было не перемолото, а все-таки. Так, нарезаем. Вы же живете, у вас же большой, у вас же дом. У вас хозяйство существует свое? Да. А кто, у вас есть какие-нибудь птица, рыба? Да, у меня есть птица. У вас же пруд там, я знаю, есть большой. Да, в нем водится абсолютно все. В пруду? Да. Абсолютно все это, как говорится... Ну, абсолютно все, что может водиться в нашем... Лена, посмотрите, не встречали такую рыбу? Встречала. Возится там тоже, да, такая? Да, да, да. Мы с ним вместе в Астрахани, да. Знаменитая... Ловим рыбку. Знаменитая макарелла. Бородатая. СМЕХ 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 Ну что, красоту как? Вместе наводим? Знаете, я готов... Давай, бери ложку, одна половина твоя. Смотри, у нас есть вот это. Есть мёд. У нас есть вот это. У нас есть какие-то мы можем взять ягодки. Вот это я буду украшать, а это ты будешь украшать. А потом мы в это будем пихать мясо. Ну, давайте, я хочу посмотреть. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Ну, красиво. Ах, вот так выяснили, да? Да. Тогда я тоже буду украшать. Давай, давай. Тогда... Но только я буду украшать по-другому. Вот, мальчик, что за штучки ты нарисовал? Как? Что? Мальчик, что за штучки нарисовал? Когда Леонардо Дамичи в детстве такое говорили, никто не знал, что произойдёт. Я нарисовал когти... Барса. Барса? Вы ели барса когда-нибудь? Нет, ещё. В рамках... В рамках кулинарного аттракциона «Едим талисманы Олимпиад» сегодня азу из барса. Завтра кратчатина, послезавтра медвежатинка на угры. И... Так. Так. Ах, вот оно, что вы придумали. Смотрите, какое всё разноцветное, напоминает светофор. Да. Где-то такая как бы... Вот сейчас, мне кажется, мы уже близки. Можем? Я думаю, что да. Ну что? Да? Ну... Пошли? Ну давайте. Эх! Да, да, наверное, да? Ну... Так себе, да? Ну ладно. Должно быть ещё, да? Три. Надо ли поправить сразу чуть-чуть, чтобы не присопывать? Да? Вот так вот. Ты тоже любишь мясо руками. Я люблю. Вообще люблю. Я считаю, что как это мясо, вообще всю еду надо готовить руками и есть руками. Согласен. Прекрасно. А запах, запах пошёл. Ах! Ой. Ммм... Сколько? Две? Вы раз-два, да? Всё, без истерия. Ну вот, давай не раз-два. Раз-два, три, четыре, пять. Раз-два, три, четыре, пять. Или раз-два, 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 раз-два. Раз-два, раз-два. А, туда-туда-туда. Ну что? Я бы сказал тогда, что, наверное... А что мы первое положили, не помню. Вот это. Повеличение куска. Да, да, да. Вот сейчас оно закрылось. Ой, как... Солим на месте. А, ну, Лена, ну что вы меня совсем... Ну что, может быть, попробуем на маленькой тарелочке мелкий кусочек, чтобы знать, как? Я думаю, что, смотрите, чтобы понять, что... Проколоть... Нет, нет, проколоть не... Ну, розовый сок-то должен быть. Нет, нет, ну, во-первых, всё зависит от того, какой мясо прожарки вы любите. Медиум. Медиум. Ну, для медиума ещё минуты, и мы снимаем. Мне тоже так кажется. Сто процентов. Мне надо... Я предлагаю, знаешь, как сделать? Вот она, корочка здесь уже. Вот видите, есть. Ну что, бросаем? Туда же? Прямо сейчас. А почему? Подавайте. А почему нет? Взрослые люди. Что мы не можем тебе позволить? Вы крокодила ели. Что же вы не боитесь это бросить? Да. Ой, запах пошёл, запах! Косночок. Что я им хочу сказать? Ну что, я предлагаю. Прямо здесь солить? А почему нет? А то мы соус можем испортить. Ну давайте. Лен, как вы скажете, раз, два, три, четыре, пять. Всё, переворачивать не будем? Нет, берём щипцы и щипцами выкладываем сюда, чтобы было красиво. Берём щипцы, друзья. Да. Прекрасно. Теперь, что касается соуса для мяса. Начнём соус. Сахар вместе с небольшим количеством воды плавится на сковородке, потом туда выступается брусника, кусочки арбузных корочек. Средний. Полукорочек арбузных. После этого туда добавляется корица, палочка, и потом она вынимается через какое-то время. И всё это, назовём это душице, всё это в собственном соку и в сахаре. После этого в блендер, в блендер добавляется гвоздика. Душистый перец. Душистый перец, гвоздика и чёрный перец. Или красный перец. Кто как любит? Чтобы прибавить остроту. Всё это перемалывается как следует, остывает, и соус готов. Что касается мяса, тут всё просто. Кто как любит? Тут всё просто, за исключением вашего способа, когда вы мясо в лимонный сок, чтобы закрывались поры, и мясо не отдавалось сок на сковородке, после этого чуть-чуть маслицем на раскалённую сковороду гриль, с двух сторон обжариваю вот такую стихну, на которую вы хотите, после этого посыпаем с солью, добавляем чеснок, чеснок вместе с этим обжаривается, достаём, на лук кладём, мёдом заливаем, соусом заливаем и можем пробовать. Ну что, начнём? Давайте начнём. Ой, посмотри, какое мясо. Да, мясо как раз той самой необходимой для мяса. Для мяса плотности. Какой соус у нас? Да. Это тот самый случай, когда соус, конечно, король стола. Король стола. Давайте поаплодируем, пожалуйста. Энди, на секунду вас покину, я просто завершу наш кулинарно-литературный альманах. Друзья, смотрите нас в следующий раз, и вы узнаете, почему у Елены Прокловой дома таким популярным считается стихотворением, ох, нелёгкая эта работа, в оливье покрошить бегемота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова